Добрый вечер! Информация к размышлению или все о приватизации? Указ президента номер 563 о некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений определил срок окончания приватизации жилья в Беларуси. Время пик 1 июля 2016 года. Как не стать обокраденным Антоном Шпаком, героем полюбившегося фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Брестские правоохранители предупреждают об увеличившемся количестве краж имущества и учат, как противостоять преступным замыслам воров. И вечный бой покой ей только снится. 85-летний юбилей в первые февральские дни отпраздновала председатель Совета ветеранов Московской администрации, делегат 3-го и 4-го Всебелорусского народного собрания, замечательный друг и наставник Мария Яковлевна Кутровская. Об этом и не только прямо сейчас. О том, что такое приватизация и почему так важно пройти эту процедуру как можно раньше, мы слышим уже не один год. Многие воспользовались этой возможностью больше 10 лет назад и сегодня даже не задумываются о том, как будут собирать необходимые документы и оплачивать немалую по сегодняшним временам стоимость квартир. Кто-то засуетился позже, уже в 2000-х, когда в обществе появился слух о том, что в скором времени все неприватизированное жилье станет коммерческим. Точку в этом непростом процессе поставил указ президента номер 563 о некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений, который и определил срок окончания приватизации – 1 июля 2016 года. О том, какое количество квадратных метров уже перешло в собственность брещан, а также кто имеет право на льготы и помощь в реализации этой процедуры, расскажет Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Приватизация жилищного фонда в Республике Беларусь началась сразу после распада Советского Союза. Начиная с 90-х наблюдались и всплески, и спады активности граждан, которые, в свою очередь, чаще всего были обусловлены принятием правительством новых нормативных актов. Таким образом, более 60% жилых помещений были выкуплены еще до 1999 года, когда приватизация основной массы жилых помещений производилась в ценах 1991 года. Если приватизируешь, раньше образовали приватизацию, теперь нужно приватизировать, потому что это считается частной собственность, а так платить государству еще. Получается выгодно, потому что остается еще детям наследство, поэтому приватизировали. Своя собственность, как говорится, кооперативная, ну, чтобы не было никаких там нюансов, приватизировали, чтобы спокойно быть. В самом начале, когда это было только-только, когда были чеки, купоны, эти всякие там, сертификаты, вот это было очень давно, даже не помню в каком году. Родители мои сталкивались, приватизировали дом. Вот я в этом доме живу, ну, уже 25 лет, где-то 30 приватизировал. Выгодно было тогда это дело делать, были как эти чеки. А что откладывают долгий ящик? Раз, два и готово. В этом году в рамках указа президента номер 563 о некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений процесс выходит на финальную стадию. Сегодня такого ажиотажа, как 3, 4, 5 лет назад, уже не наблюдается, и за дверями отделов не выстраиваются многочасовые очереди. Однако регистрация документов продолжается. Практически каждый месяц на учет ставятся до сотни заявлений. Как итог, из более чем 50 тысяч подлежащих приватизации квартир в областном центре без официальных хозяев остается только около 5%. По информации на 1 января 2016 года у нас в городе Бресте около 3 тысяч неприватизированных квартир, которые подлежат приватизации. Мы ведем и прием граждан. Вот фактически весь коллектив нашего отдела занят и задействован приеме граждан. Кстати, из этих нескольких тысяч отдельная часть просто не может быть приватизирована. В частности, это связано с незаконной перепланировкой. Даже если человек говорит, что не менял ничего в квартире, специалист БТИ без труда обнаружит любые вмешательства. Конечно, определенные изменения можно оформить в соответствующей службе исполкома официально. Однако не всегда то, что человек перестроил, может быть узаконено. Но и это не единственная причина, которая может послужить поводом для отказа. Изменение количественного состава семьи. Отсутствие в поданных документах всех прописанных на территории этой жилплощади, имеющих равные права на собственность. Все это может существенно затормозить процедуру приватизации и привести к не совсем приятным итогам. Согласно статье 29 ЖК, человек, проживающий в неприватизированном государственном помещении, является всего лишь его нанимателем. И помимо ежемесячной квартплаты, обязан платить государству за пользование жильем. Помимо этого, его квадратные метры будут переведены в фонд арендного жилья. А потому, если желание приватизировать свое жилье у вас все же есть, сотрудники регистрирующих органов советуют не затягивать с подачей документов. В перечень необходимых входят паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке и разводе всех граждан, которые живут в приватизируемом жилом помещении. Ордер на квартиру, справка о том, что данное жилье не было приватизировано раньше, при перепланировке документы из БТИ. Приняв заявление, специалисты предоставят вам помощь в просчете денежной суммы, размер которой зависит от некоторых характеристик. От графика проведения капитальных ремонтов, от года строительства, от степени пригодности для проживания. К слову, здесь отдельные категории граждан имеют свои льготы. Есть ряд льгот, предусмотренных при приватизации жилых помещений. Это чернобыльцы, 18-19 статья, это пострадавшие и участвующие в ликвидации последствий одной Чернобыльской атомной электростанции. Люди, имеющие удостоверение участников инвалидов Великой Отечественной войны, либо приравненные к ним узники. Срок окончания процедуры приватизации 1 июля 2016 года. Это значит, что до 30 июня все правильно оформленные документы будут приниматься согласно списку регистрации и очереди. Оплата стоимости приватизируемого жилого помещения может производиться полностью или частями. Причем, во втором случае, выплаты могут производиться в течение 40 лет. Главное условие – первый взнос должен составлять не менее 10% от остаточной стоимости приватизируемого жилого помещения. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. К другим темам. Всемирный день борьбы против рака прошел на минувшей неделе в Беларуси. Заболевание, которое стоит вторым в списке причин смертности после сердечно-сосудистых, тема актуальная, волнующая. Тема, о которой стоит говорить. Цифры статистики не воодушевляют. Ежегодно в стране регистрируется более 45 тысяч случаев онкологии. Специалисты прогнозируют, что и эта цифра будет расти. Несмотря на значительный подъем в сфере здравоохранения в последние два десятилетия, появлению новых методов борьбы со злокачественными новообразованиями, проблема рака не перестает быть острой. Поиск путей ее решения по-прежнему одна из первостепенных задач. Поговорить на актуальную тему, узнать, какова ситуация в городе, наша съемочная группа отправилась к главврачу Брестского областного онкологического диспансера. Подробности в материале Софии Бережной. Еще десяток лет назад, вспоминает главврач Брестского областного диспансера Константин Шелепень, сложно было даже представить, что медицина настолько далеко уйдет вперед. Традиционным методом борьбы со злокачественными образованиями придут новые. Огромный скачок в области технических новаций предвосхитит ожидания. Примечательно то, что пациенты с неутешительным диагнозом рак сегодня получают полноценное, современное, а главное эффективное лечение в Беларуси, что немаловажно не в столичных клиниках, а на местах, в областных центрах. Люди постепенно начинают доверять отечественному здравоохранению. В нашей стране, в частности, вот я опять же подчеркиваю, речь идет о онкологии, используются так называемые стандарты лечения. Они полностью соответствуют европейским стандартам. То есть мы ничем не отличаемся, это эсманские стандарты европейские, они полностью соответствуют. То есть наш гражданин получает адекватное лечение по поводу той или иной болезни злокачественной. Это однозначно. И подчеркиваю, что и оборудование, и специалисты сегодня у нас в нашей республике соответствуют европейскому уровню. О том, что время не стоит на месте, свидетельствуют постоянные обновления медицинского оснащения Брестского областного онкодиспансера, новейшие методы лечения, а главное – выявление злокачественных образований в приоритете. Закупленное оборудование – современный цифровой маммографический аппарат, компьютерный томограф – аппарат УЗИ экспертного класса. Позволяет сегодня диагностировать недуг на самых ранних стадиях. Сами доктора говорят, что это важный шаг на пути к выздоровлению. В борьбе с серьезным недугом все средства хороши, тем более, если эти средства успели зарекомендовать себя. Современная техника значительно повлияла на работу в целом, признаются сегодня специалисты онкодиспансера. Раньше была обычная лучевая терапия в методике 2D. Когда все делалось по одному скану, сейчас объемное планирование, видите, по трем. И каждый сканчик, их здесь больше сотни, на каждом уровне. Рисуется все это, и все это попадает в компьютер, информация обрабатывается. Раньше это делалось по одному вот такому скану. Что лежало выше, что ниже, уже априори принималось, что все одинаково. На самом деле нет. Поэтому эта методика учитывает анатомию. Обработка информации в среднем занимает одну неделю. За это время группа специалистов детально изучит ситуацию, чтобы в дальнейшем сформировать индивидуальный курс лечения для больного. Среди работников онкологического диспансера только высоко квалифицированные кадры. А как иначе, ведь работа со сложной техникой требует специальных навыков. Сегодня это специальное образование техническое. Они проходят и учебу у нас постоянно. В том числе и многие стажировали за рубежом. И в том числе в нашем РНПЦ онкологии ежегодно проводят курсы двухнедельные с целью подготовки, переподготовки и так далее. То есть совершенно другой подход и уровень другой. На учете в Брестском областном онкодиспансере сегодня 34 865 человек. Это люди, которые излечены от злокачественных опухолей. Их число по сравнению с 2014 увеличилось на 6,5%. Немало достижений у таких результатов поспособствовало внедрение комплекса линейный ускоритель, позволяющего лечить онкологические заболевания методом лучевой терапии. А потому следует знать, что злокачественная опухоль сегодня не приговор. И хотя волшебной микстуры от нее не существует, методы лечения и диагностики рака будут совершенствоваться. А значит, есть шанс спастись от коварной болезни. И он весьма велик. Главное – все сделать вовремя. Меня учили в институте. Больного нужно посмотреть, а не назначить ему какое-то обследование. Женщина, прежде всего, любого возраста, раз в год должна посещать гинеколога. И у нее должны быть осмотрены молочные железы. Это во всем мире. Поверьте мне, на любых конгрессах европейских всегда это никто не отменил. И посмотреть кожные покровы. Человек так устроен, что год назад было хорошо, а через, извините, 11 месяцев появились какие-то симптомы. Для этого есть участковый врач. Прийти, записаться на прием, и он определит, что, какое, что делать. София Бережная, Дорт Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. А потому короткий экскурс по событиям, которые мы освещали в эфире ежедневной программы новостей, будет вполне уместен. Согласно постановлению Совета Министров, срок обращения именных приватизационных чеков имущества, который должен был окончиться летом 2016-го, продлен еще на три года. Алгоритм обмена ценных бумаг прост. Для этого необходимо обратиться в отделение Беларусьбанка по месту жительства. Обменять можно как собственные чеки, начисленные в виде личной имущественной квоты, так и полученные в наследство, а также до 250 штук, переоформленных от близких родственников. Итоги работы санитарно-эпидемиологической службы Брестской области за 2015 год были подведены в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Главный санитарный врач области Нелли Гиндюк определила задачи на текущий год. Одним из самых важных достижений 2015-го – успешная иммунизация против гриппа. В списке положительных итогов работы за прошлый год особое место занимает снижение темпа роста заболеваемости ВИЧ-инфекции в многих городах Брестской области. Результаты проведенного в 2015-м мониторинга подтвердили высокую эффективность проводимой работы по формированию здорового образа жизни. Ее итоги – бережное и внимательное отношение населения к своему здоровью. Слоган следующего пятилетия для всех брещан – «Здоровый город, здоровые мы». Лучшие из лучших сотрудников одной большой структуры на днях встретились с руководящим составом УВД для подведения итогов ушедшего года в рамках традиционной встречи. Отличившиеся работники получили награды за успехи в профессиональной деятельности. Благодаря профессионализму в работе милиционерам удалось достичь высокого процента раскрываемости преступлений в 2015 году, что позволило Брещене оказаться на втором месте в республике. Признанные лучшими по профессии по итогам 2015 года милиционеры – отличный пример для молодых сотрудников и будущих защитников правопорядка. Брещане в очередной раз зажгли свою звезду на небосклоне талантов. Сразу пять призовых мест смогли завоевать воспитанники танцевальной студии детского образовательного центра «Майбэйби» на международном фестивале-конкурсе «Рождественские звезды». Теперь три диплома первой степени и два второй пополнили большую творческую копилку. Сегодня работа над новыми постановками в разгаре. Юные танцовщицы готовятся к нескольким международным форумам, которые их ожидают уже совсем скоро. И нет сомнения в том, что и эти вершины будут без труда взяты талантливыми брещанками. Организаторы литературно-музыкальной гостиной в Центральной городской библиотеке имени Пушкина открыли череду праздничных мероприятий февраля. Здесь на одной сцене встретились самые яркие поэты и барты областного центра. Сюрпризом мероприятия стало появление на празднике слова «Гостей и столицы». Литературно-музыкальный вечер собрал большое количество гостей. Каждый без сомнения смог прикоснуться душой к искреннему живому слову, которое в этом году прозвучит здесь еще не раз. Только в феврале в планах библиотекарей уже значатся несколько десятков мероприятий. Так что следите за афишей. Все, что нажито непосильным трудом, все погибло. Эту знаменитую фразу из легендарного кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» многие из нас привыкли цитировать в шутку. Однако героине нашего следующего сюжета, ставшей жертвой самой настоящей квартирной кражи, было явно не до смеха. Злоумышленники обокрали ее квартиру и скрылись. Но в отличие от киноперсонажа, пенсионерке Ольге Елфимовой повезло. Грабителей удалось задержать, а украденное вернуть. Статистика показывает, пенсионерка из Бреста не единственная жертва квартирных краж. Сегодня правоохранители отмечают всплеск активности так называемых воров-домушников. О настоящей детективной истории и о том, как обезопасить свое жилище от непрошенных гостей, расскажет Виктория Дрогобецкая. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая, три. Все было, как в моем любимом кино, признается пенсионерка Ольга Елфимова. Взломанный замок, обнаружение пропажи, вызов на ряда милиции, расследование на месте и задержание преступников. Кстати, последними оказались двое пинчан, у которых за плечами порядка 70 краж по области и судимость. Однако темное прошлое и возможность снова оказаться за решеткой на мушников не остановили. Воровать они продолжили. В списке жертв оказалась и наша героиня, которая буквально на час вышла в магазин, заперев дверь на два замка. Прихожу, дверь прикрытая, как положено, я только открыть ее не могу. Думала, муж пришел, там кофе греет. И все, захожу, все валяется, вот это все там выброшенные эти мои постели. Все, я даже в тот момент еще даже о краже не думала, представляете, вот так не ожидала этого. Все, захожу, смотрю, мой кошелек лежит на полу открытый, ну и все, со мной чуть инфаркта не случилось. 496, оранщица, осматривай тревожную кнопку, Луцкая 16, квартира 50. Сработала тревожная кнопка. Такой быстрой реакции от милиционеров злоумышленники не ждали, а потому продолжили свои темные делишки. Преступников задержали при повторной попытке совершения кражи в этот же день. По счастливой случайности хозяйка квартиры оказалась дома и успела записать номер автомобиля, на котором воры пытались скрыться. Но уехали они недалеко. Наряд милиции быстро их обнаружил и задержал. Позже правоохранителям пришло письмо от Ольги Елфимовой, в котором пострадавшая поблагодарила милиционеров за оказанную помощь. Кстати, подобная история имела место и в прошлом году. В 2015 году сотрудникам милиции удалось раскрыть серийную кражу в Ленинском районе, когда две женщины в течение рабочего дня прошли 15 домов и были незамеченными. По счастливой случайности бдительные граждане сообщили об этом в милицию и по горячим следам удалось задержать двух гражданок Толучинского района, которые подозревали совершение серийных краж. При обыске у них было обнаружено похищенное. Наиболее актуальной темой является совершение хищения личного имущества. Таких преступлений от всех преступлений по линии Росказбезда около 60%. Оперативно-дежурные службы, следственные и оперативные органы внутренних дел, следственного комитета, экспертного комитета Республики Беларусь работают оперативно, слаженно, совместно. По горячим следам раскрыто более 60% таких преступлений по линии уголовного розыска. По данным правоохранителей, в 2015 в Бресте было совершено более тысячи краж, а в январе текущего года уже 70. Только по московскому району в сутки фиксируется до четырех хищений. В основном преступления совершаются в будние дни, утром и в обед, когда хозяева находятся на работе. Одна из причин проникновения воров в жилище – некрепкие замки или попросту незакрытые двери. Если все-таки вы стали жертвой квартирной кражи, эксперты-криминалисты дают пошаговую рекомендацию последующих действий. В первую очередь нужно стараться не входить в помещение и не допускать проникновения в квартиру других посторонних людей. Второе главное обстоятельство – это не перемещать вещи, предметы квартиры и не касаться, конечно же, их руками. Третий важный пункт – это стараться не наступать на участок пола, где отсутствует ковровое покрытие. Это делается для того, чтобы эксперты после выбытия на место происшествия могли более эффективно изъять все необходимые следы обуви преступника, либо группы лиц. Увы, увеличение числа краж можно наблюдать и на дачных участках. Крадут все, что плохо лежит – строительные материалы, доски, кухонную утварь, даже чугунные ванны и продукты питания. Злоумышленники не гнушаются ничем. Причина – хлипкие замки, выполняющие скорее декоративную функцию и незапертые окна. Такая безлаберность – чевато потеря имущества. Ведь, как показала практика, огороженная территория садовых товариществ, ржавый или хлипкий замок редко останавливают вора. Это касается и квартир, которые хозяева и вовсе предпочитают не запирать. Зачем? Я выйду всего лишь на пять минут, думает большинство, а в итоге жилище становится местом преступления. Хочется обратиться к жителям города Бреста, Брестской области, о том, чтобы граждане были бдительными, сохраняли свое имущество, закрывали на все замки, которые есть у вас в дверном проеме. Кроме этого, не хранили большие суммы денег по месту жительства, сообщили об этом своим пожилым родителям, родственникам, потому что зачастую жертвами преступников становятся граждане пожилого возраста, которые, к сожалению, не запоминают приметы, тщательно не запоминают, и хранят все деньги свои в платяных шкафах, в каких-либо журналах, в шкатулках. То есть преступники, проникая в квартиру, очень легко могут найти денежные средства и те драгоценности, которые лежат на самом видном месте. Соблюдение этих простых правил – залог того, что ваше жилище будет надежно защищено, а вы не станете жертвой грабежа и не повторите печальную судьбу Антона Семеновича Шпака. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Букинформ». Продолжаем говорить об актуальном, важном и интересном. Визитная карточка города Бреста – это его жители, отмечал не единожды глава областного центра Александр Рогащук. С этим утверждением не согласиться невозможно. Именно от людей зависит атмосфера и общая обстановка в городе, красота и уют в нем. Только в силах людей повлиять на развитие и процветание родного края. Героиня нашего следующего сюжета Мария Яковлевна Кутровская сделала много для города и его жителей. А поскольку о людях судят по их поступкам, признание и благодарность не заставили себя ждать. Председатель Совета ветеранов Московской администрации, делегат третьего и четвертого Всебелорусского народного собрания и просто сильная женщина, на днях отпраздновала значимый юбилей – 85-летие. Личный праздник собрал в одном месте многочисленных коллег. Представители местной вертикали власти, здравоохранения, образования, торговли – все они пришли, чтобы выразить слова признательности светлому и трудолюбивому человеку. Подробности в материале София Бережной. Общественный деятель, первоклассный организатор и лидер, инициативный и отзывчивый человек. Кажется, и этого недостаточно, чтобы охарактеризовать Марию Яковлевну Кутровскую. Достижения в общественной жизни города, работа и общение с людьми, помощь тем, кто в этом нуждается, будь то ветераны или представители молодого поколения. Все это хоть и потребовало немало сил и терпения, однако же и было главной подпиткой и источником энергии для женщины на протяжении многих лет. Несмотря на элегантный возраст, сегодня Мария Яковлевна вполне может дать фору молодым. Сильная, энергичная и по-прежнему полная идей и задумок. Она словно и не считает своих лет. 85, конечно, значимый возрастной порог, однако совсем не повод отдыхать, если есть силы. Так считает Мария Кутровская. А еще у нее есть свой секрет успеха. Для того, чтобы хорошо получалось, надо любить людей. Раз. Второе – любить дело, которым ты занимаешься. Я люблю людей, я люблю мероприятия, которые провожу. Поэтому я вкладываю душу и делаю все так, как надо, и чтобы было людям интересно, чтобы они потом радовались и встречали меня с радостью и говорили спасибо вам. Это я и получаю. Вот этим я живу. Трудное военное детство, детский дом, забота о братьях и сестрах – такие сложности судьбы лишь закалили характер Марии Яковлевны. А потому любые трудности, с которыми приходилось сталкиваться в жизни, ей оказывались по плечу. Своеобразным девизом, который сопровождал женщину все эти годы, была клятва, данная в 13-летнем возрасте. Когда мне приходилось ходить с умой, просить подаяния по деревням, чтобы прокормить семью, вот тогда я дала клятву, что если выживу, то я буду обязательно помогать людям. Эту клятву я храню до сих пор, я ее выполняю. Итак, 30 лет ветеранской работы и 20 лет председательской должности, они доказали мою состоятельность и мою клятву, что я ее выполнила. За годы общественной деятельности Марии Кутровской было сделано немало, однако считать награды – это не про нее. Одним из главных положительных итогов работы женщина считает то, что удалось найти немало единомышленников, людей, которые оказались близкими по духу, по взглядам людей с такой же активной жизненной позицией. Многие из них, несмотря на расстояние и время, приехали, чтобы поздравить юбиляшу со значимой датой. Среди приятных моментов праздничного мероприятия – грамоты за многолетний труд и вклад в общественную деятельность. Среди почетных наград – Оскар Московского района. Мария Яковлевна посвятила себя Московской организации порядка 30 лет. Сделано за эти годы достаточно очень много. Много проводится работа, особенно в патриотическом воспитании нашей молодежи. Мария Яковлевна, как я уже сказал и в своем выступлении, в поздравительных словах, что она не только ежедневно, она ежесекундно участвует в повседневной именно жизни Московского района. Коллегии администрации Московского района было принято однозначное решение вручить самую высокую награду Московского района. Это, ну мы так, пускай назовем это достаточно красиво, это Оскар Московского района. Данный Оскар был впервые вручен именно лидеру общественной организации. Это говорит о достигнутых и высоких результатах. Главная в жизни Марии Яковлевны – помощь тем, кто нуждается в ней. Принципы с молодых лет неизменны, как и вера в то, что за добро добром воздастся. Жизнь продолжается даже несмотря на золотые годы. Женщина строит новые планы, у нее много идей и задумок. А потому нет никаких сомнений, что у человека с такой неуемной энергией все непременно получится. София Бережная, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Сотрудники отдела информации БУК-ТВ присоединяются ко всем добрым словам, сказанным в ваш адрес, уважаемая Мария Яковлевна. Мы желаем вам позитивного настроения, постоянного ожидания чуда, зажигательной энергии и здоровья. Пусть во всех делах вам сопутствует госпожа удача. Пусть получается все с легкостью и радостью. Жизнь пусть будет наполнена гармонией. Всегда достигайте поставленных целей. А сейчас о других событиях. 2016 год в республике пройдет под эгидой культуры. Для нашего областного центра этот факт в каком-то смысле является бонусом. В 2015 Брест был культурной столицей. И многие проекты, получившие в это время хороший старт, имеют шанс быть не только продолжены, но и усовершенствованы. Уже сегодня многие учреждения культуры активно взялись за реализацию художественных, музыкальных, театральных и хореографических инициатив. О том, что готовит нам год грядущий, а также что сможет нас не просто порадовать, а даже удивить уже в ближайшее время. Ответы на эти и многие другие вопросы в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Необходимость и важность реализации духовно-нравственной составляющей человека подтверждается столетиями. Она выполняет главную роль в передаче знаний, умений, навыков, ценностей и опыта, тем самым являясь связующей нитью между поколениями. В этом году Беларусь взяла уверенный курс на развитие культуры и искусства, поддержание и укрепление традиций, совершенствование методов и форм работы как непосредственно с талантами, так и со зрителями, читателями, слушателями. Брест, как культурная столица нашей страны в 2015-м, уверенно перешагнул из одного просветительского этапа в другой, дополнив программу года ушедшего только интересными событиями и яркими премьерами. К слову о последних. В Брестском академическом театре драмы уже полным ходом идут репетиции. В марте учреждение представит на суд искушенной брестской публике две из пяти премьер. В год культуры заслуженный коллектив Республики Беларусь Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола Беларуси представит вниманию зрителей пять премьерных спектаклей. Два из которых мы уже увидим в марте. Это премьеры таких произведений, как «Дорогая Елена Сергеевна» Людмилы Разумовской, режиссер-постановщик Тимофей Ильевский. И премьера комедии под рабочим названием «В дураках остались» Марка Кропивницкого, постановщик, заслуженный деятель искусства Республики Беларусь Александр Козак. Кроме того, в афише театра большое количество классических вокальных и инструментальных программ, участие в многочисленных международных фестивалях и, конечно же, встречи зарубежных гостей, которые с удовольствием приезжают к брестскому зрителю. Звездных вокалистов и хореографов уже ждут и в областной филармонии. Станислав Черемухин, Ирина Аллегрова, Наргиз и Евгений Григорьев посетят наш город весной. Сотрудники учреждения продолжат свою работу по созданию субботних представлений для детей и родителей. Однако самый большой сюрприз ожидают любители культурных мероприятий в сентябре. Под венец всех этих грандиозных событий у нас грядет 30-летие Брестской областной филармонии. Сам юбилей Брестской областной филармонии отмечала бы в августе, но понимая, что в августе очень многие не смогут попасть по причине своего отдыха, поэтому Брестская областная филармония будет отмечать свой 30-летний юбилей в сентябре. Мы приурочим свой юбилей, празднование юбилея к открытию сезона музыкального. И, собственно говоря, я думаю, это будет грандиозное событие. В сентябре знаменуется неожиданной премьерой от Центральной библиотечной системы областного центра. В первый осенний месяц здесь пройдет ночная вечеринка в стиле Фитт-Жеральда, или, точнее, его произведение «Великий Гэтсби». Наряды а-ля начала 20-го века, специальная прическа и, конечно же, огромное количество хрусталя вокруг. Однако только на этой премьере библиотекари останавливаться не спешат. Мы в мае месяце начнем очень интересный проект. Он называется «Серебряный век». Мы будем записывать поэтические ролики самых известных людей города, спортсменов, творческой интеллигенции, руководителей заводов, предприятий, организаций. Они будут читать стихи поэтов Серебряного века. Для детей мы очень много проектов приготовили. Наверное, вот в марте у нас будет очень серьезная неделя детской и юношеской книги. Встреча с белорусскими, российскими, украинскими, польскими писателями, большое количество презентаций и литературных вечеров. Все это ожидает брещан уже совсем скоро. Год культуры только начался, поэтому самое время вооружиться гаджетами в поисках самого интересного и эксклюзивного. А этого, бесспорно, будет немало. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». Это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 7 февраля погоду будут определять в основном теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. В Бресте ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедится. Температура воздуха минимальная ночью – 0,2, максимальная днем – 4 градуса тепла. 8 февраля сохранится влияние теплых воздушных масс, поступающих с юго-запада Европы. Днем скажется влияние атмосферного фронта. Облачная без осадков погода ожидает брещен в понедельник. Ночью и утром гололедится на дорогах. Ветер южного направления порывистый. Температурный фон суток будет колебаться в пределах от 2 до 8 градусов со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова